Девушки отдыхают Докладывай, что он пишет Как вы и велели, он выступил против эмира Бетлиса Шарефхана и Сефевидов Однако, как он сообщил, из Ирана прибыло подкрепление, так что он был вынужден отступить Недаром я его предупреждал Никогда нельзя недооценивать противника, Аяспаша Отправьте Куламу Паше Гонца с посланием Или он Шарефхана головы лишит, или я ему самому голову отрублю Как прикажете Что случилось? Кто там за дверью? Прибыл казначей Скендер Челебипаша Как вы знаете, он долгое время был в Бурсе Повелитель во дворце? Он на охоте вместе с Шахзаде Их не будет несколько дней Хорошо Джилязаде Я слышал о перемирии с Карлом Габсбургом Я хотел бы узнать условия договора Интересно, что он предложил Повелителю в обмен на мир? Разумеется Ибрагим Паша Искендер Челеби Мы скучали Наконец-то ты почтил нас своим присутствием Что делать? Дела государства, Паша Не мог приехать Понимаю Мне хотелось бы знать, Паша Когда вы отбываете в Халип? Завтра, если все получится Я сообщил в казначейство, сколько потребуется мне для похода Проследи, чтобы не было проволочек Не волнуйтесь об этом, Паша Все будет сделано Дорогу! Султан Сулейман Хан Хазрет Лери Повелитель Милости просим, Искендер Челеби Давно мы не виделись Как поживаешь? Молюсь о вашем благополучии, государь Я хотел бы отчитаться перед вами за проведенные мной реформы Чуть погодя Ибрагим, Паша Госпожа Не изводите себя Вам нужно прилечь Вы видели Сулеймана? Видел Завтра утром я отправлюсь в путь Что же я делать буду без вас? Если бы вы были рядом в эти тяжелые дни Нам приходят вести о восстании Я должен вмешаться как можно скорее Иначе нас ждут большие потери Мы говорили об этом И вы мне дали слово Вы обещали держаться любой ценой Ради меня Ради наших детей Что произошло, Ибрагим? Все было хорошо Отчего она вдруг слила? Паша Хазретли Ри Вы за мной посылали Искендар Чалиби Вот здесь Что все это значит? Я жду объяснений Вы нашли здесь ошибку, Паша Как ты помнишь Я просил тебя выделить Два миллиона акчена Подготовку к походу А здесь лишь половина Это не поход, Паша Вы не воевать идете Я рассудил, что для начальных Приготовлений этого хватит Разве я просил тебя рассуждать? Что я потребовал, то ты обязан мне выдать Паша Как вы знаете, скоро нам предстоит большой поход И что? Мы должны быть осмотрительны По этой самой причине я и... Искендар Чалиби Если возникнет такая необходимость Ты мне нужную сумму из своего кошелька достанешь Ты ведь первый богач в османском государстве М? Кстати Интересно, где ты собрал такие богатства? Источник моих доходов всем известен, Паша Мало того Когда речь идет о благополучии государства Я не только деньги Я жизнь готов отдать В точности, как и вы Однажды я напомню тебе эти слова А то их ведь так легко забыть Возьмите то, что я выделил, Паша Я подготовлю остальное и пришлю вам позже Не дерзи мне Делай то, что тебе велено Вы не понимаете, Паша Сегодня мне уже не успеть это невозможно В связи с болезнью Валиде Сегодня я не смогу отправиться в путь Так что иди И сделай то, что я приказал Ясно? Как вам будет угодно Если вы желаете что-то еще Можешь идти Эсма Слушаю, госпожа От Гюляги по-прежнему нет вести? Никто ничего не говорил, госпожа Но девушки не уезжают Все остались Его точно вышвырнут из дворца Надо этому помешать Искандер Челюби Хюрем Султан хочет вас видеть Она ждет вас в мраморном павильоне Передай от меня госпоже Что я к ее услугам Ибрагим Паша вернулся, госпожа Теперь он будет препятствовать желанию Шихзаде Отправиться в Санджак Думаю, не будет Он же сам этого хочет А когда Мустафа Санджак Беем станет Он еще на шаг к трону приблизится Ну раз так То почему мы... Оставим Пусть и едет Он станет соперником государю И ошибки, которые он совершит Могут стоить ему жизни И потом Махидевран я больше покоряться не могу Он должен уехать Вы правы Она не дает нам вздохнуть Жалования не выплачиваются Все девушки беспокоятся Одни лишь огромные траты Ненужное мотовство Меха, шелка Всякие украшения А в хранилище Гарема Гниют и выбрасываются целые мешки с запасами Сколько мы будем еще молчать, госпожа? Нужно ждать Она сама себе конец готовит Госпожа Эскендер Челеби Мы давно не виделись с вами Неужели вы забыли данное мне слово? Вы собирались помочь мне Отослать Шихзады Мустафу в Санджак? Как можно, госпожа? Я держу свое слово Я много раз говорил с повелителем И убедил его Однако он ждал приезда Ибрагима Паши И поскольку он уже приехал Очень скоро все решится Махидевран Султан тоже уедет? Обычай предписывает это Ибрагим может все дело испортить Как известно Махидевран намерен остаться Это невозможно Искендер Челеби Слушаю, Джилель Заде Вы просили экземпляр договора Заключенного с Австрией А, благодарю Еще будут приказания? Спасибо, Джилель Заде Можешь идти Стража Мне нужно срочно с повелителем увидеться Дело важное Сейчас, господин Как вы, повелитель? Мне лучше, Мустафа Валиде с нами Скоро она поправится Да поможет нам всем Аллах Иншалла Повелитель Наверное, сейчас не время Говори Если позволите Я хотел бы с Ибрагимом Пашой поехать Чтобы набраться опыта Он скоро уже вернется Тогда вы вместе отправитесь А в Сан-Жак мне когда ехать? Вы же говорили, что мы это обсудим Повелитель Шех Заде Хюрам Султан Пожаловали Проси Повелитель С вашего позволения Шех Заде Повелитель Подойди, Хюрам Что с тобой, Хюрам? Что с тобой, Хюрам? Рассказывай Махидевран Почему здесь, Сулейман? Что это за вопрос? Почему не уезжает? Мустафа вырос Когда он в Сан-Жак поедет? Скажи мне прямо В чем дело? Она же должна была заниматься Только делами Гарема А не моими детьми И не мной Не рассказывай мне этого, Хюрам Не ты ли говорила, что будешь поступать Как знаешь? Ты вольна делать Все, что угодно Действуй, как пожелаешь Если с последствиями Смириться готова Это и Махидевран касается Я тебя обременяю мелочами Прости меня Тебе и так тяжело Может, выйдем в сад? Пройдемся Покатаемся Повелитель Говори Искендер Челеби просит вашей аудиенции Говорит по важному делу Пусть войдет Можешь идти В другой раз погуляем Повелитель Я изучил протоколы соглашения Подписанного с австрийскими посланниками Думаю, вам также необходимо взглянуть Этой великой империей только я управляю Все, что я делаю, абсолютно правомерно Ведь Вся власть Сосредоточена только в моих руках Я назначаю всех главнокомандующих Всех воевод И Бейлер-Бей То, что я даю Остается У того, кому я отдал То, что я запрещаю Всегда будет оставаться в запрете Даже Повелитель не принимает указы Без моего согласия Я веду все его дела Выше меня нет никого И Когда дело дойдет до общения с Карлом Он будет общаться со мной Повелитель Уверяю вас У меня нет ни малейшего намерения жаловаться Но, увидев это, я содрогнулся Очевидно, что Не привидя Аллах Паша Считает себя равным Повелителю Разве не создадут подобные речи Перед послами Ошибочное впечатление у наших врагов? Понимаю твое беспокойство, Искандер Челюби Однако, успокойся Это я дал Ибрагиму Паше такие полномочия Ради пользы Османского государства Он может, не спрашивая меня, принимать решение И говорить от моего имени Об этом есть записи в протоколах Совета Я не хочу сказать лишнего, Повелитель Однако Для этих переговоров Паша приказал поставить трон у себя во дворце Кому, кроме вас, это дозволено? Я разговаривал с секретарем Совета Он лично подтвердил это По обеим сторонам этого трона Установлены статуи Львов Если это все, можешь идти Я должен еще отчитаться перед вами О проведенных в борсе реформах, Повелитель Это все позже Как пожелаете Повелитель Вы, должно быть, уже знаете, госпожа Повелитель согласился Шахзаде назначен Санджакбеем Манисы И в ближайшее время отбывает туда Эскендер Челеби Да, он уезжает Но вам известно, что Мустафа отправляется в Манису один А разве его мать не должна ехать с ним? Должна, как же иначе? Этого требует наш обычай Это просто неслыханно Так решил наш Повелитель Не пойму, в чем дело Почему он изменил решение? Повелитель Сразу после назначения Шахзаде Сказал, что он хочет поговорить наедине с Ибрагимом Пашой Видимо, Ибрагим Паша переубедил Повелителя Я ведь вас так просила Сделайте все, чтобы Ибрагим Паша не расстроил это дело Как же вы допустили? Так мама остается здесь? Да, я считаю это разумно Она приедет позже Хорошо, как прикажете Только видите ли, я боюсь Что если я уеду один Я буду все время думать о маме Мы столько пережили с ней Да Повелитель Пришла Махидвран Султан Проси Повелитель Проходи, Махидвран Мустафа Я поздравляю тебя Я уже все знаю Хвала Аллаху, я так ждала этого дня Мустафа очень беспокоится, Махидвран Боится оставлять тебя здесь одну Как же одно, Мустафа? Я буду с повелителем? Твоя мама права Ты напрасно тревожишься На сборы необходимо время Я сделаю все возможное, чтобы Махидвран Султан уехала вместе с Шехзаде, госпожа Предоставьте это мне Займитесь лучше Ибрагимом От него давно пора избавиться Это не так просто, госпожа Мы уже не раз пытались Но все безуспешно Мне рассказывали Вроде у Ибрагима есть враг Его зовут Эфенди Хазред Лерри Он очень могуществен Хорошо бы с ним связаться Вы знаете, кто этот человек? Я тоже слышал о нем Но кто он, неизвестно Понятно Просто действуя сообща, мы бы Ибрагима Пашу точно одолели бы А так нам покоя не будет, если мы от него не отделаемся Я жду от вас хороших новостей Госпожа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok